Судя по заметно усиливающимся холодам, похоже, что Дед Мороз действительно уже где-то неподалеку. Да и синоптики предупреждают об этом жители Тверской области и других регионов России. Погода на этой неделе будет удивлять наших земляков настоящими сибирскими холодами. Каких еще новостей ждать от небесной канцелярии в декабре, рассказали в нашем гидрометцентре. Зима только вступила в свои законные права, но уже несколько раз успела по-настоящему удивить тверичан. Дважды на регион обрушились снегопады, а во вторник 5 декабря в регион придут настоящие сибирские морозы. С 5 декабря в наш регион придет аномально холодная погода. Жителям и гостям приходится ожидать среднесуточную температуру воздуха ниже климатической нормы на 7-14 градусов. Во вторник утром только за 3 часа с 6 до 9 утра температура рухнула сразу на 6 градусов. Это и есть то самое арктическое вторжение холодного воздуха, которое мы ждем, можно сказать, до конца этой недели. Холод еще будет дальше усиливаться. На завтра мы ждем в 16-21 ночью. С повышением температуры на высоте, наоборот, холод будет еще больше усилиться. Антициклон усиливается. И мороз может достигнуть и 22-24 градусов мороза на территории области. Как отметил начальник Тверского гидромедцентра, мы вступаем в самую холодную пору. В регион придет аномальное понижение температуры. Это когда среднесуточная температура на 7 градусов ниже нормы более 5 дней. Вот как раз мы эту ситуацию у себя и наблюдаем. Температура воздуха будет ниже не на 7 градусов, а от 7 до 14. И как раз эти 5 дней с 5 по 10 числа. Морозы будут одолевать нас до конца недели. А дальше возникает неоднозначная картина синоптических процессов. Поэтому сказать точно, как долго продержатся такие температуры, сложно. Похолодание ежедневно будет сопровождаться небольшим снегопадом. Пока же тверские коммунальщики продолжают убирать с улиц и дворов снег. Рекордное количество которой принес циклон Оливер. В отдельных районах сугробы выросли аж до 40 сантиметров. Задействовано более 20 единиц техники МУПЖЕК для расчистки и обработки уличной дорожной сети города Твери. В настоящее время также трудятся свыше 120 дворников. И количество дворников в конце дня планируется увеличить для устранения последствий снегопада. В зависимости от интенсивности осадков увеличивается численность дежурной смены работников ЖЭК. Во время снегопада производится патрульная снегоочистка магистральных улиц города и дорог, по которым движется общественный транспорт. Дворники нацелены на расчистку остановок общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам. Также проводится очистка тротуарных частей, мостов и путепроводов. Спасатели настоятельно рекомендуют всем быть внимательнее и с серьезностью относиться к собственной безопасности. Если требуется помощь или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните в Единую службу спасения по телефону 01 сотовых телефонов 101.